Привет, друзья! Как и обещал, сегодня поговорим о планах на 10 нанометров Intel, чуть-чуть подробнее. Пару слов о утечке Ryzen 2300X. Ну и по мелочи. Начну с предполагаемой 9-камерной системы для смартфонов. Звучит дико. Но 5 камер в смартфоне уже есть. Вот, например, P20 Pro, там 3 камеры сзади и 2 спереди. И вроде как нормально. Но вот предлагают 9 с одной стороны. У компании Lite есть прототип, который из всего этого многообразия углов съемки сшивает 64-мегапиксельный снимок. Ну и плюс тут масса вариантов с изменением глубины резкости и, вероятно, прочее баловство с постфокусом. Но надо ли? Безусловно, камеры смартфонов далеко ушли вперед с того момента, когда они впервые появились в смартфонах. И, встретив трудности в развитии, было принято решение использовать несколько модулей вместо одного большого, сложного и универсального. Но настолько многоглазый смарт, на мой взгляд, уже перебор. Чтобы разместить все эти камеры вместе с более важными элементами смартфона, нужно сделать этот самый смартфон толще. И чем тогда он будет отличаться от модуля с зум-объективом с переменным фокусным расстоянием? 64-мегапикселя разве только, но не думаю, что из-за этого параметра выстроится очередь за многоглазым Аргасом. Нужно признать, что если такое решение предложат Samsung или Apple, рынок покочевряжется, но примет его в конце концов. А этот проект, скорее всего, будет забыт. Как бы не хотелось нам получить в смартфоне качество системной камеры с IPSC-матрицей. Ну, наверное, другим путем. Смартфоны оттеснили много массовых потребительских устройств с рынка. Ну, это компактные фотоаппараты, электронные ридеры, плееры, портативные игровые консоли. По поводу последних раньше были большие сомнения. Смогут ли разработчики наполнить Play Market и App Store качественными сюжетными проектами? Но, как оказалось, качественные и сюжетные не нужны. Мейнстримом стали инди- и моба-проекты, судя по количеству установок, конечно же. Чего пока не заменит смартфон, так от полноценного ПК. Хотя кому-то уже хватает и смарта. И пока Intel бодается с Qualcomm за 5G в мобильной среде, что, по мнению экспертов, только замедляет приход сетей нового поколения, AMD бодается с Intel же на рынке процессоров для персональных компьютеров. И если взять немецкую статистику, хорошо видно, что им удается. До появления кофелейков AMD удалось обойти Intel по ежемесячному количеству продаж. И лидером были 1600 и 1600X. Но 8700K изменил статистику и стал, наверное, лидером продаж. А вот второе поколение райзенов такого всплеска не произвело. И пара 1600 и 1600X по популярности так и осталась одной из самых востребованных и почти равна четырем новым процессорам. Но в целом, после выхода новинок от AMD, продажи вновь сравнялись. И вот, возможно, это стало причиной к тому, что готовится к выпуску 2300X. Если помните, AMD не планировали на старте рефреш и замену 1300 и 1500X. Но, видимо, хорошо пошло. И не имея четырехъядерных вариантов среди новых процессоров, кроме APU, они теряют потенциальных покупателей. С другой стороны, ни 1300X, ни 1500X не пользовались большой популярностью. Это даже отражено в той же самой статистике. И относятся они оба к параметру прочее. Но факт остается фактом. 2300X уже активно обсуждают почти как вышедший процессор. По идее, он должен быть дешевле 2400G. При отсутствии графики разгон до 4 и 3 ГГц достижим, возможно, легче. Ну, по крайней мере, так можно предположить, исходя из скринов, сопровождающих китайскую утечку. Суть по фотографиям, всё похоже на правду, но это четырёхпоточный Ryzen 3. У него уже есть свой конкурент 2200G, и чем 2300X будет интереснее, чем 2200G. Ну, посмотрим, когда они выйдут. Может быть, имеет смысл ничего не ждать и подобрать себе процессор или видеокарту уже сейчас, используя e-каталог. В e-каталоге множество фильтров для быстрого подбора комплектующих. Удобный подбор аналогов и сравнительные таблицы. Цены можно отсортировать и выбрать самый доступный вариант для покупки. Ссылки на e-каталог в описании. Теперь к 10 нанометрам Intel. Интересные дела, после Computex'а с roadmap'ов Intel исчезли 10-наметровые процессоры. И сами Intel говорят, что ждать 10 нанометров ещё минимум год. То есть до лета 2019-го, а скорее до осени. Почему? Ну да, сложности. Ну да, массово не получается удешевить процессор. Процесс отбраковка высокая и так далее. Всё это мы сами предполагаем без подробностей. А если вспомнить, что это коммерческая компания, которая, ну, наверное, всё же думает о конкуренции. И должны думать на несколько шагов вперёд. То тут слова одного из представителей Intel звучат вполне правдоподобно. Не выходит извлечь из уменьшения техпроцесса лучшую производительность. Больше энергоэффективности удаётся, а производительность остаётся на уровне 14-наметровых процессоров. В Intel не хотят выбрасывать на рынок принципиально новый продукт с небольшим приростом производительности. Ну, быть может, раньше хотели, но время уже другое, конкуренты заклюют. Это реальное положение дел. Инженеры говорят, достигнув таких размеров, все встречают проблемы. Ну, хотя бы разделение на чипы должно быть иным. Но решают по-разному, и какое решение лучше покажет время. И когда продукция выйдет, и можно будет сравнить этот продукт. Далеко не факт, что мы получим серьёзный прирост производительности. И тут я подумал, что будет довольно неприятно, если поменять техпроцесс Intel и AMD останутся примерно каждый при своём. И плюсы будут только для мобильного сегмента. Вопрос. А Canon Lake так и останется только в ноутбуке, в одном единственном ноутбуке Lenovo? Говорят, вполне может быть. И сегодня Intel сами для себя обнаружили, что из существующего техпроцесса ещё очень много можно отжать. И грядущие кофелейки, 8 ядер, как раз то самое много. Говорят всё громче, что это будет 9-е поколение и 4-е, без существенного изменения архитектуры. Но с плюс ещё двумя ядрами. И в этом поколении, скорее всего, будут и остальные варианты. 6 и 4 ядра. С большими частотами и по той же цене, что и сейчас. Так, предлагаемые варианты AMD и Intel сравняются, ну, по крайней мере, по количеству ядер. Что касается сроков выхода, то до Computex я говорил про осень. Но тут появились уточнения, и мы сменили инсайдера на более надёжного. Поэтому, вероятнее, запуск будет ближе к зимним праздникам США. И мы снова получим вот такой вот график, наверное. Туда же отложили и Z390. Совместимость, кстати, пока обещают со старыми кофейниками в обе стороны. Ну и на сегодня всё. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok